Добрый день, меня зовут Леонид Фадеев и мы на канале Wine & Wine. Сбор урожая кульминация любого сельскохозяйственного года. В виноградарстве применяют два способа сбора винограда. Ручной и механизированный. При ручном способе сбора винограда сборщик ножницами или резцом срезает грозди и помещает их в специальную пластиковую или деревянную тару. Наибольшее распространение при ручном сборе получила пластиковая тара вместимостью от 12 до 22 кг. Если использовать тару большего размера, то нижние грозди начнут раздавливаться под весом верхних и могут начаться процессы, оказывающие негативное влияние на последующее качество произведенного вина. Преимущества ручного сбора очевидны. Ягоды винограда получают меньше повреждений в процессе сбора и транспортировки к винодельни. Сбор может проводиться на труднодоступных для механизации рельефах и конфигурациях участков. Кроме того, только при ручном сборе возможна селекция качественного и отвечающего определенным требованиям винограда, когда это является первостепенной задачей. Например, для производства сладких вин, таких как Сатерн, Такай или Трокенберен Ауслеза, необходима селекция отдельных ягод, пораженных благородной плесенью, батритисом. Минусы данного способа уборки винограда – это более низкая производительность по сравнению с механизированным способом и относительно высокая себестоимость. Для механизированной уборки винограда используются специальные уборочные комбайны. Конструкция машины позволяет с помощью сложных механизмов отделить ягоды от грибней. Самое большое преимущество машинной уборки урожая заключается в ее производительности и, соответственно, в более низкой себестоимости. За час машина собирает столько ягод, сколько смогли бы собрать несколько десятков сборщиков. Таким образом, машины позволяют убрать урожай в более сжатые сроки, что актуально при неустойчивой дождливой погоде, а также при больших площадях виноградников. Еще одним преимуществом механизированной уборки является возможность работать в ночное время. Это особенно важно на виноградниках, расположенных в жарком климате, когда виноград предпочтительнее собирать в ночное, то есть в холодное время суток, с целью минимизации процессов распада ягод и экономии затрат на их последующее охлаждение перед брожением. Недостатки уборки урожая комбайнами заложены в принципе его работы. Виноград собирается путем сотрясания лозы ударами специальных органов, следствием чего является отделение ягод от грибней. При этом процессе кожица винограда надрывается и мякоть становится подвержена негативным процессам. Виноградные гребни остаются на лозе. В случаях, когда необходим сбор целых гроздей с неповрежденными виноградными ягодами, механизированный способ непригоден. Это требуется для производства вина с применением углеродной мацерации, например, для бужилену во. Только ручная уборка целых гроздей применяется для производства шампанского в шампане. А также в случаях, когда виноградник не позволяет применить механизированную уборку, например, виноградник с кустовой формировкой виноградной лозы или трудными рельефами. Кроме того, при механизированной уборке может повреждаться лиственная часть виноградной лозы, что может стать причиной возникновения болезней. На винограднике Котрушос сбор винограда осуществляется только ручным способом. Мы используем пластиковые ящики вместимостью до 22-23 кг. Это обеспечивает хорошую сохранность винограда при его транспортировке и погрузочных работах. Продолжение следует...